Девчонки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня, как вы уже поняли из названий, я буду для вас снимать видео про мои пустые баночки за месяц август. И кому интересна данная тема, оставайтесь со мной. Желаю вам всем приятного просмотра. Также, пользуясь случаем, хочу поздравить вас всех с началом осени. Также студентов и школьников с началом учебного года. Желаю всем успехов в новом учебном году, новых достижений и достичь всех своих поставленных целей. Также хочу сказать, что пустых баночек накопилось просто нереально большое количество. Я уже немножко хреблю, как обычно, приболела. Поэтому, кто относится, так скажем, не очень адекватно, начинают какие-то там глупости писать в комментариях, там, что, короче, там, роту солдат купаешь, все прочее. В общем, все к этому относящееся. Хочу сказать, что гели для душа я не экономлю. И средствами каждый день я пользуюсь разными. То есть, как бы, у меня ничего не залеживается. И этим пользуюсь не только я. Ну, в основном, там, гели для душа, шампуни, мыло для рук. Поэтому, пожалуйста, если вы не можете это воспринимать нормально, не смотрите это видео. А те, кто любят такую тему, как и я, и обожают смотреть пустые баночки, то приглашаю вас всех к просмотру. Конечно, очень долгое вступление, но мне просто нужно было выговориться, потому что, ну, уже просто нет сил отвечать на каждый комментарий однотипный, одно и то же. Думаю, вы меня поняли. Итак, первое, с чего я хочу начать, это шампунь ингарниер. Такая новиночка. Огуречная свежесть. Очищает надолго, позволяет реже мыть голову. Подходит для волос, склонных к жирности. Хочу сказать, что шампунь мне понравился. Он хорошо промывал волосы, не утяжелял их. Также они не пушились после него. Но я не заметила, чтобы он позволял мне реже мыть голову. Как я мыла голову через день, так я ее и продолжала дальше мыть. Поэтому никакого супер вау-эффекта я не увидела. Но шампунь хороший, очищающий, как и остальные классные шампуни от Гарниер Фруктис. Так, дальше вот такой вот шампунь, который мне тоже очень понравился. Это уже моя вторая баночка от Блискур. Летняя забота восстановления волос для волос, поврежденных солнцем. Очень классный шампунь. Волосы после него просто как в идеальном состоянии будто бы выглядят. Хорошо промывает волосы, они не пушатся. Приятный аромат остается на них. Ну, такой здесь цветочный приятный аромат. Такая небольшая баночка. Мне этот шампунь очень понравился, поэтому я вам его рекомендую тоже попробовать. Такая вот классная новинка вышла у них. Дальше два шампуня от марки Вилента. Сразу скажу, что они мне очень понравились. Этот идет для тонких, лишенных объемов волос и для сухих, поврежденных волос. У этого аромат мне понравился намного больше. Кто из 90-х, кто родился в 90-х, ну или может быть раньше. Может быть вы помните, раньше был такой шампунь, то ли гель для душа, я уже не помню. Кря-кря назывался там с утятками. И вот это просто аромат того самого шампуня вот в этой вот бутылочке. Он мне так понравился. Я прям так вспомнила детство, когда мыла голову каждый раз. Поэтому он мне очень понравился. Но не только из-за аромата, но и свойства были тоже хорошие. Отлично очищает волосы. Ну, конечно, как мыла через день, так и мою. Иногда даже бывает я голову каждый день мою. Ну, есть такой у меня бзик. Люблю, когда волосы постоянно, только вот после мытья, такие свежие, рассыпчатые. Вот, поэтому, в общем, шампуни классные. Что-то у меня укатился. Шампуни классные, мне понравились. Рекомендуем тоже их попробовать. В принципе, марка Вилента мне уже очень нравится. Я уже много продуктов попробовала от Виленты. Ну, эти шампуни у меня, кстати, первый, который я попробовала у Виленты. Так, дальше. Покажу я вам два бальзама от чистой линии. Это с пшеницей и лен. И также бальзам маска фитобани. Эффект бани теперь в ванной. Не буду долго останавливаться. Все прекрасно знают, что я эти бальзамы обожаю. Те, кто давно меня смотрит. Обожаю, обожаю. Они потрясающие. Рекомендую их всем. Больше ничего говорить не буду, потому что сейчас надолго-надолго уйду с этим разговором. Так, дальше. Что касаемо также волос. Это вот такая вот увлажняющая маска для волос с экстрактом миссибирской сосны и эвкалипта от Avon серии Planet Spa. Или Planet Spa. Не знаю, как правильно. Исправьте меня, если я ошибаюсь. Такая вот небольшая баночка. Данная маска мне понравилась. Волосы после нее были очень увлажненными. Хорошо расчесывались. Аромат приятный оставался на волосах. Ну, конечно, никакого блеска я не увидела. Но, в принципе, масочка неплохая. Могу вам посоветовать. Также бальзам-кондиционер Сила Природы. Ну, это, наверное, марка такая, я не знаю. Для всех типов волос и окрашенных. Кератин плюс масло органы. Такая вот большая баночка. Очень мне понравился. Также не такой уже был с кератином и лицетином. Также вот с маслом органы я купила. Классный бальзам-кондиционер. Мне понравился. Приятный аромат. Волосы после него очень гладкие. Тоже такие рассыпчатые. Хороший бальзам. Мне понравился. Рекомендую вам тоже его попробовать. Также у меня закончились два мыла для рук. Приобретала я их в магазине Fix Price. Такие вот большие объемы. Первое жидкое мыло. Это малиновый сорбет. Это уже моя вторая бутылочка. Объем 750 мл. Пахнет очень приятно. Каким-то малиновым джемом, малиновым вареньем. Потрясающий аромат. Очень мне понравился. Рекомендую вам тоже попробовать. Ну, отлично очищает руки, как и любое другое мыло. Мне оно понравилось. И дальше вот такое. Это уже новиночка у них какая-то вышла. Это ледяной лайм и мята. Тоже такой освежающий, приятный аромат. Хорошее мыло. Отлично очищает. Мне оно тоже понравилось. Обязательно их попробуйте. Стоит, кстати, 50 рублей. Объем довольно-таки большой. Поэтому присмотритесь обязательно, девчонки. Так же никогда вам такое не показывала. Он тут что-то решила. Это такое вот фейри. Приобретала его в пятерочке по скидке. Здесь очень приятный аромат. Чайное дерево и мята. И почему я решила вам его показать? Да потому что, девчонки, когда я мою посуду без перчаток, естественно, я это делаю. В общем, когда я мою посуду без перчаток, и понимаете, я потом просто могу не использовать крем увлажняющий для рук, потому что это средство абсолютно не сушит кожу рук. Но я говорю лично моей кожи рук, ничего не сушит. То есть, как бы после каждого средства для мытья посуды я очень часто наношу на руки крем, потому что это просто нереально. Кожа очень сильно начинает высыхать, как-то трескается. А тут просто шикардос. То есть, вообще, знаете, что называется, как будто кремом для руки помыла посуду. Потому что моя кожа не страдает после этого средства. Действительно нежные руки. Поэтому присмотритесь тоже. Я купила также такое же, только уже с лимончиком. А сейчас у меня пойдет огромная волна гелей для душа. Поэтому приготовьтесь. Первый гель для душа, который у меня закончился, это от Avon. Называется он ароматерапия антистресс, увлажняющий гель для душа. Он идет Силанг-Ланг и Пачули. Аромат очень приятный, цветочный, хорошо раскрывается в душе. Мне он очень понравился. Объем, кстати, большой, целых 500 мл. Я его использовала и как жидкое мыло для рук, и просто там могла... Даже когда там ноги нужно помыть, тоже использовала. И в душе его мы тоже использовали. Поэтому классный продукт. Быстро ушел, конечно. Но нам он очень понравился. Возможно, повторю покупку. Так. Ой, немножечко упала. Дальше. Такие вот два абсолютно одинаковых между собой геля для душа. Хотя тут немножечко отличаются тем, что здесь идет сок черной смородины и фитоэкстракт листьев мяты. А здесь черная смородина и 10 фитовитаминов. Ну, немножко-то они изменили упаковочку. В принципе, почти то же самое по аромату. Эти гели мне очень понравились. Чистую линию я уже не раз повторюсь. Я очень обожаю всю их продукцию. Поэтому эти гели тоже мне понравились. Кожу не сушат, очищают отлично. И также пенятся они тоже хорошо. Поэтому присмотритесь, кто еще не пробовал. Также мыло вот с черной смородиной от чистой линии тоже очень классное. Также, не отходя далеко от чистой линии, от нее мы сегодня будет очень много продуктов. Два вот таких вот геля для душа. Это фитобаня. Потрясающий аромат хвои и чего-то такого вот, ну, относящегося к бане. Каких-то веников дубовых. Вот. И также вот такой вот с клубникой. Это сок клубники и фитоэкстракт листьев милисы. Тоже очень классный гель. У него безумно приятный аромат клубники. И такая вот легкая-легкая нотка пряности от мелисы и свежести. Очень приятные гели. Безумно мне понравились. Попробуйте тоже. Такие вот классные гели. Дальше гели также от чистой линии, прошу прощения. Это вот такое вот улыбнись новому дню. Мята и сок алоэ. Тоже очень классный гель. Отлично освежает. Очень мне понравился. Также очищение, в принципе, у всех гелий. Чистая линия хорошая, поэтому не буду повторяться. Дальше. Два геля вот таких вот. У этого тоже очень приятный такой свежий аромат. Здесь ирис и 5 эфирных масел. А этот клубника и миндальное молочко. У него очень приятный аромат. Какого-то молочного коктейля, какого-то йогурта. Безумно приятные, классные гели. Довольно рекомендую попробовать их также и вам. Так, 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 так. Также вот такой вот еще гель. Это подали себе роскошный уход. Это роза из 7 ценных масел. Тоже очень мне понравился. Приятный аромат. Хотя и аромат розы не особо каких-то там косметических продуктов люблю. Но здесь он просто потрясающий. Поэтому это уже моя вторая упаковочка. Как-то я приобретала зимой прям такую большую. Вот 400 мл упаковка геля для душа. Я его использовала. В пустых баночках. Можете посмотреть его за январь. Так что гель этот очень шикарный. Отлично тоже пенится. Мне понравился. Рекомендую попробовать его также вам. Так, дальше. Два ополаскивателя для полости рта. Это колгейт плакс. Лечебные травы. И второй это лесной бальзам против кровоточивости. Десен, кородуба и экстракт пихты или пихты. В общем-то исправьте меня. Может быть я неправильно что-то говорю. Десна у меня не кровоточат, но иногда до профилактики. Я покупаю такие ополаскиватели. Да и тем более он был по скидке. Поэтому мне он очень понравился. Хорошо освежает полость рта. Попробуйте. И так же этот тоже колгейт. Думаю многие знают, что он очень хороший. Мне тоже очень нравится. По скидке всегда их приобретаю. Так же закончились у меня скрабы для тела. Два вот таких абсолютно одинаковых. Это бразильский кофе. На них самая лучшая цена в пятерочке. Там они стоят 149 рублей. За одну штуку, естественно. Потому что в других магазинах, допустим, Выбор, Золушка или какие-то еще магазины. Тот же самый Сангистель. Цена достигает 260 рублей. А то и даже до 300 доходит. Поэтому самая лучшая, где что-то у него цена, это пятерочка. Запомните и покупайте. Очень бюджетно и выгодно. И еще один вот такой вот скраб для тела. Это уже малиновые сливки. Очень приятный аромат малины. Понравился мне. Хорошо очищал кожу. Отлично скрабировал. Рекомендую вам. Также два скраба вот таких. Вот от Love & Collection. Это серия Botanic Secrets. Горанат и виноград. Очень приятный аромат. И также кокосы-сливки. Тоже очень приятный аромат. Какого-то баунки. Какого-то такого чего-то кокосового. С молоком. Очень мне понравились. Также из этой коллекции у меня был с грушей и абрикосом. У него был тоже приятный аромат. И эти также понравились. У них такие знаете. Скрабирующие частички. Такие немножечко грубоватые. Но я люблю такие скрабы. Вот. Поэтому могу вам посоветовать. Очень классные. Также у меня закончился вот такой вот скраб. Знаменитая эта ведерка из FixPrice. Фитокосметик. Скраб для тела. Интенсивный уход. Виноградно-сахарный. Для упругости. Очень мне понравился этот скраб. Он отлично очищал мою кожу. Приятный пах. Никакого раздражения. Ничего такого не вызвал. Очень мне понравился. Обязательно попробую какие-нибудь еще другие скрабики. Из этой серии. Дальше. Вот такой вот крен закончился. Уже с горем пополам. Его еле добила. Это фреш. Это фреш. Какой-то фреш-крен для тела. Вот с такими вот компонентами. Можете поставить на паузу и посмотреть. От марки Natura Siberica. Девочки, этот крем просто какой-то ужасный. Когда вы наносите его на кожу. Даже небольшое количество. Он как-то неприятно скатывается. Хотя, не знаю. Может быть такое только у меня. Если у вас такой крем был, то напишите, как он вам. Потому что у меня он скатывался. Со сроками годности абсолютно все хорошо. То есть, как только получается, я его приобрела. Тут же начала его использовать. И он мне не понравился. Мало того, он еще оставляет после себя какую-то жирную пленку. Которая потом просто собирает все, что увидит где-нибудь на постели. Где-нибудь там какой-то, допустим, волос или там что-то еще. Это потом все будет просто на вашем теле. Поэтому мне он не понравился. Больше приобретать не буду. И вам также не рекомендую. Закончился у меня вот такой вот нежный скраб для лица. Свежее яблочко. Fresh apple. 100 рецептов красоты. Когда-то у меня уже был такой скраб. Только он у меня был в тубе. Он мне очень нравился. Решила купить себе вот такой вот небольшой в баночке. Это тот же самый скраб. Он мне очень нравится. Могу вам посоветовать. Хорошо очищает кожу. Ничего не стягивает. Отличное очищение. Кожа потом очень мягкая, гладкая. И он очень приятно пахнет свежим, нехимозным яблочком. Обязательно попробуйте. Очень классный скраб. Так, дальше. Вот такие вот два ополаскивателя также закончились. От листерин. Это зеленый чай и тоталкея. Всегда их приобретаю по скидкам. Очень нравятся. Классные ополаскиватели. Рекомендую всем. Думаю, многие их знают, потому что многие их приобретают. Многие их палят. Неоднократно их вижу в девчонок пустых баночках. И думаю, всем и так понятно, что они просто классные. Дальше. Закончился у меня вот такой вот гель для душа. Аромат Пурпурной Орхидеи. Тайна Масел серия от ФА. Какая-то новинка. Гель с подобным ароматом есть у марки Камей. Тоже там аромат Орхидеи очень приятный. Этот гель мне тоже понравился. Приятный аромат. Хорошо раскрывается в ванне. Такая еще упаковочка. Голографическая. Такая очень красивая. Гель очень классный. Пенится отлично. Аромат приятный. Рекомендуем тоже попробовать. Очень классный гель. Дальше закончился вот такой вот продукт. Два водон гель для душа. Пена для ванны. С миндальным маслом и дыней. От марки Вилента. Прошу прощения за посторонние звуки. У меня открыто немного окно. И там что-то дети на улице кричат. Вот. В общем-то вот такое вот средство от Вилента. Очень приятный аромат. Использовала и как пену для ванны, и как гель для душа. В общем-то очень приятное средство. Хорошо очищает кожу. Также очень-очень много дает пены. Обалденное средство. Действительно увлажняет и питает кожу. Освежает ее. Поэтому могу вам порекомендовать. Мне оно очень понравилось. Очень такой свежий натуральный аромат дыни. И такая легкая-легкая нотка миндаля. Закончились вот такие вот новинки гель для душа. От Palma Leaf. Или Palma Leaf. Не знаю как правильно. Это ежевичный мусс в гель для душа. Который очень приятно пахнет. Каким-то таким, знаете, прям вкусным-вкусным йогуртом с ежевикой. Также такая сладкая. Тоже не для... Ну-то всегда не для душа. Думаю, понятно. Вот. Получается пахнет очень приятно. Но с такой легкой-легкой химозностью. Экзотическими фруктами. Также Palma Leaf с ароматом инжира и белой орхидеи и маслами. Тоже пахнет приятно. Такой цветочный аромат. Обо всех трех могу сказать, что отлично пенятся. Хорошо очищают кожу. Мне они понравились. Поэтому рекомендую тоже попробовать. В принципе, многие гели, которые я приобретала, они мне все нравятся. Поэтому, ну, как бы ароматы я в основном всегда в магазине слушаю. Вот. Поэтому они мне нравятся. Вот такие вот дела. А это просто три моих любимчика этого лета. Это от FAM. Малина в этой кире, который просто, девчонки, обалденно освежает кожу. Это еще новинка выходила в том году летом. Тут получается их серии в этой два. Это яблочный мохито. У меня он уже был неоднократно. И тем летом, и этим летом я вот этими на гели очень экономила. И также малиновый дайкири. Очень тоже такой приятный малиновый, освежающий аромат. Какого-то малинового сорбета. Знаете, такого прям охлажденного со льдом. Очень приятный гель. Просто шикардосный. Рекомендую вам. На лето обязательно его купите. И два вот таких вот геля. Это с лотосом идет. Аромат голубого лотоса. И также аромат розового жасмина. Ароматы, девчонки, просто обалденные. Гели отлично пенятся. Они мне очень и очень сильно понравились. Такие прям освежающие ароматы. Рекомендую обязательно вам их попробовать, потому что они просто обалденные. Очень классные. Обязательно приобретут о себе еще. Это просто такие новиночки. Даже не знаю, насколько это новинки или нет. Но там был этот значок, что это новинки. В общем-то, очень понравились. Попробуйте. Могу об этом говорить очень долго. Эти вот упаковочки мне так нравятся. Прям такие вот переливаются. Блин, красота вообще. И тут. В общем, девчонки, гели просто. Закончились также вот такие вот зубные пасты. Это вот из NL Store. В магазинах вы их нигде не купите. В общем-то, мне они очень понравились. Хорошо очищают зубки. И действительно их отбеливают. Кстати, это не грязь. Это вообще никак не очищается. Это какое-то масло, что ли. Не знаю. Выстировала-выстировала его. Видела, никак вообще не убирается. В общем-то, закончились зубные пасты. И это понравились. В общем-то, были классные. Хорошо очищали зубки. Отвлеклась. Уже мысль потеряла. Вот. Отбеливают зубки отлично. Также у меня есть отдельное видео о том, что можно приобрести вот в этом вот магазине NL Store. Можете там перейти, посмотреть эти видео. Возможно, даже оставлю ссылочку, если не забуду. Ну, в описании под этим видео. Вот. Там я об этих зубных пастах рассказываю более подробно. Показываю их цвета и все прочее. Ну, в принципе, цвета у них вот такие вот, как вот эти вот на картиночках. В общем-то, классные зубные пасты. Приятные на вкус. Рекомендую всем их попробовать. Очень классные. Закончились также две вот таких вот абсолютно одинаковых пенки для умывания. аромашковых от марки Belita Vitex. Очень мне они понравились. Действительно тщательно очищают поры, освежают и успокаивают. Это именно те пенки, которые подойдут для того, чтобы умываться утром. Они отлично очищают кожу от жирного блеска, который накопил севая за ночь. Кожа немножко такая матовая после этих пенок. Мне они очень понравились. Приобретаю довольно-таки уже не в первый раз. И могу посоветовать также их и вам. Очень классные пенки. Девчонки, это была первая часть видео про мои пустые баночки. Кому это видео понравилось, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. А я пошла снимать для вас вторую часть. И кому интересно, то обязательно ждите. И поставьте лайк этому видео, если вам действительно понравилось, потому что мне очень приятно. Меня мотивируют ваши комментарии, лайки. Хочется прям что-то такое интересненькое для вас творить, поэтому не жалейте лайков, если вам понравилось видео. Всем спасибо за просмотр, хорошего вам настроения. И всем пока-пока.